Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Наш белорусский лес богат всевозможными ресурсами. Конечно, это в первую очередь грибы, ягоды. Всех любителей грибов, съедобных грибов приглашаю на канал Грибкино к Наталье Батраковой, одному из лучших экспертов Беларуси в вопросах сбора грибов. Где их искать, какие грибы и как их готовить. Ну а сегодня мы поговорим о лесной триходерме. Недавно на меня буквально обрушился шквал вопросов по поводу того, как найти в лесу триходерму. Одна бабка на своем канале рассказывала о том, что она пошла в лес и собрала триходерму. Я посмотрел это видео и, конечно, ужаснулся тому, какой уровень некомпетентности, что она там рассказывает и показывает. Тема триходермы, тема полезных грибов для сада и огорода является безусловно хайповой. Люди уже понимают, насколько важно обогащать микрофлору, почвенную микрофлору, участка своего полезными представителями грибов и бактерий. И, конечно, им хочется использовать этот ресурс лесной, чему я, в общем-то, довольно сильно рад. Что же эта бабка показывает? Ну вот, где нельзя найти триходерму? Ну вот, смотрите, вот здесь вот ствол покрыт мхом. Это не триходерма, несмотря на то, что цвет зеленый. Это просто обыкновенный мок. Также вы можете видеть на стволах деревьев различные такие серые пятнышки. Как раз эта бабка взяла какой-то прелый кусок коры, весь покрытый накипными лишайниками, и, значит, показывала и доказывала, что это триходерма. Ну, конечно, это никакая не триходерма. Вы вообще никогда в лесу не увидите триходерму так, как она растет на чашках, или так, как она растет, когда люди выращивают дома сами себе триходерму, ну, например, в банке или на зерне. Вот в лесу она так не выглядит, не надо обольщаться. Бабка, это, конечно, врет в глаза, как последняя, потому что она мало того, что она понимает, что это никакая не триходерма, она еще агрессирует в комментариях. Всем людям, которые говорят, что мельпардон – это не триходерма, она агрессирует, врет, что она ее там где-то изучала. Понятно, что это все абсолютнейшее вранье. Поэтому, когда вы пойдете в лес за триходермой, помните, что, конечно, замечательным источником триходермы, но не гарантированным, да, являются трутовики. Вот что бабка эта принесет на участок себе с этим куском коры? В первую очередь, есть высокие риски, что она принесет к себе мицелиопенка. И если у вас сад на участке не совсем молодой, и вы, нельзя сказать, что ухаживаете за ним, но очень интенсивно там по 20, значит, этих обработок за сезон делаете, то велика также вероятность, что вы можете просто заразить этим куском коры с лишайниками, заразить этим опенком и свой немолодой и, может быть, не самый лучший сад. Такое бывает. Ну и он придет в упадок в конечном счете. Значит, вы на трутовиках опят никогда не принесете. Опенок этот опасный для сада вы не принесете. Поэтому трутовики собирайте зимой, летом, когда угодно. Собирайте трутовики, и сами трутовые грибы, вот эти плодовые тела, они уже не опасны. Если вы их будете закапывать в землю, будете закапывать в компост, в грядки будете закапывать, пожалуйста, они еще являются замечательным источником фосфора для ваших растений. Значит, это первое. Второе, где вы можете найти триходерму, это, конечно, не на основании стволов, то, что вот тут мох, еще может быть зеленым покрыто водоросли могут быть. Это не триходерма. Вот самое вероятное, где вы найдете триходерму, это вот такие вот палочки. На таких палочках, ну вот, смотрите, прелая палочка, да, абсолютно, ну, вот так вот я ее отломаю. И вот где живет триходерма? Триходерма в лесу живет вот здесь, вот внутри этих палочек. Вот внутри этих палочек иногда она выходит наружу, но не в виде зелени, потому что вот эта зелень, это водоросли, это не триходерма, ни в коем случае. Она выходит в виде какого-то такого белого, немножко пушистого мицелия, ой, запах такой сильный. Ну вот она, вот она триходерма. Опс, сейчас подведу в фокус, да. Вот здесь вот она, вот она триходерма, Вот она, вот здесь, вот она здесь, вот беленькая триходерма, вот это она. И она не зелёная в лесу, она беленькая в виде такого белого пушистого мицелия. Поэтому вот на такие, ну, о, ну её тут навалом. Смотрите, вот она, вот она триходерма, вот она триходерма, вот она. И, конечно, ну, вызывает в другой раз удивление, почему люди этих бабок слушают. Ведь, ну, обыкновенная бабка, у неё нет ни образования, ни квалификации, ну, ничего нету, чтобы ей как-то доверять в этом вопросе. Ну, есть определённый феномен, почему-то эти одни бабки слушают других бабок и не очень любят слушать, ну, компетентных специалистов. Компетентные специалисты для них слишком сложны, наверное, раздражают своими разговорами, там, и какими-то трудными словами, а бабки эти, ну, воспринимаются лучше. Ну, наверное, так оно и есть, воспринимаются они лучше, только пользы от этих бабок нет. Вообще, уровень доверия некомпетентным специалистам очень велик. Вот почему-то в основном в российском сообществе. Это феноменальная вещь. В общем, когда идёте в лес, смотрите ни бабок, да, каких-то левых непонятных, бабкам не доверяйте, у которых нет ни образования, ни компетенции, тем более в таких вопросах, что можно взять лесу, чтобы принести к себе на участок. А доверяйте, пожалуйста, компетентным специалистам. Как уже отличить компетентного от некомпетентного? О, это уже задачка. Но, как говорится, кто предупреждён, тот вооружён, и тот будет поступать правильно. Ну, а ходите в лес. Лес дарит нам много интересных. Я даже какие-то косточки нашёл на пеньке. Вот, и кто-то кого-то съел совершенно недавно, потому что всё ещё свеженькое. В общем, лес на самом деле хорошее место. Снежок сошёл, немножко потеплело. Уже тут мха можно немножко собрать, сделать маховую настоечку для рассады. Здесь, значит, вот триходермочку уже можно взять к себе, притащу на участок, закопаю в компост, в гряды под помидоры, которые буду готовить, значит, тоже не лишним будет. То там вот трутовички сейчас соберу. Просто вот зашёл, увидел, победил, и всё. А бабок этих, ну, как хотите, конечно, дело ваше, кого слушать. Но на всякий случай, по крайней мере, не рассчитывайте, что эти советы бабские – бабок, да, бабок. Что они каким-то образом помогут вам улучшить состояние вашего участка. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.